Братва, это видео будет не таким динамичным, как были предыдущие блоги. Оно будет очень-очень полезным. Это видео, где Петя Осипов делает разбор меня. Это очень стрессово, очень тяжело смотреть на обратную связь, которую тебе дают другие люди. Это негативные качества, которые есть у меня. Здесь речь пойдет только о негативных моих качествах. Я уверен, что у меня есть очень много позитивных, но это все то, что меня сдерживает, все то, что мешает мне развиваться. И вы сейчас это услышите, и исходя из этого, из этих проблем, из этих сложностей, из этих болей, я делаю выводы о том, как нужно развиваться дальше. Но для тех, кому не нужна польза, кто не хочет этого, а хочет просто на лайте, можете пропустить это видео и посмотреть завтрашний блог, потому что этот блог будет 100% полезным. Здорово, парни! Блин, это приложение просто улетное вообще. Это, кстати, никакая не реклама. Я проснулся в 9.27, там стоит диапазон, стоял с 9 до 9.30. Я проспал 5 часов всего, и я пипец какой бодрый. То есть оно, короче, как-то реально по дыханию улавливает, когда тебе лучше просыпаться. И я проснулся не с этим диким будильником, знаете, с которым просыпаюсь каждый день, а я проснулся с такой мелодией, такой... И это было просто кайфово. Так что сегодня будет офигительный день, мощный, продуктивный, и я вам всем этого тоже желаю. Погнали! Короче, вот он, главная звезда сегодняшнего вечера, а я подопытный кролик. Три проявления, которые сказывают в его общении с людьми, которые, если бы он убрал, то это точно вывело бы его на новый уровень. Сейчас пропишите все ему. Сейчас, давайте с минусами. У всех готовы? Начнем, Саш, давай. Необязательность, как качество. Как это проявляется? Ну, раздолгость необязательность. Сейчас говорят, что ты, ну, без оправдания, без механизма. Что ты чувствуешь, да? И что ты чувствуешь в этом внутреннем? Ну, ощущение, да, ну, непонимание, там, прострация, потерянность. Дальше. А потом распыляющиеся. То есть и там, и там, и здесь, и здесь вроде классно, и здесь, и везде классно. Бледы, блоги, грузинский мармелад. Эгоцентризм. Ощущение, что такое, ты всегда думаешь, что мир вокруг тебя только вертится. То есть вообще совсем. Нет ощущения тепла, ты решаешь, но с людьми. Но рядом с этим же высокомерие. Я-то, конечно, написал поверхностный. Везде, везде, везде по верхам, да? Да, ну, понятно, где он укрепит. Нет, а где глубина, то есть, вот, ну, где вот эта глубина? Спасибо. Спасибо, спасибо. Раздолбайство. Практически все то же самое, что Саша сказал. Кто над ним проектом зажжется? Ну, еще какая-то тема там. Что ты чувствуешь в этом момент времени? Я какое-то разочарование чувствую. Раздолбайство. Ну, ксения, дело иметь, например, нельзя, например, да? По каким-то вопросам можно, но по большим. По большим. По поверхностным. Не хочет разбираться в теме. Супер, хорошо. Спасибо. Спасибо, Алла. Так, дальше. Аня, быстро. У меня тоже первая невнимательность, она очень похожа. Невнимательность? Да, невнимательность к деталям и к людям. А, к деталям. Вторая поверхностность, необязательность, ненадежность. Ненадежность, супер. Это выражается в том, что мне кажется, ты не способен держать слово. То есть, например, ты скажешь, что там, я позвоню тебе завтра в 9, вот точно не позвонишь. Вот я даже не буду ждать. Распыляющиеся тоже. Отсутствие заботы и желание проявлять заботу к людям. Спасибо. Воздушность, поверхностность, непоследовательность. Берешь какую-то задачу, например, да, и говоришь, будем заниматься этим. В ближайшие 5 лет. Безответственность. У меня складывается ощущение, что я не могу на тебя положиться и, соответственно, не могу с тобой выстраивать какой-то проект совместный. А, чувство. Следующее качество – это излишняя доверчивость. Я чувствую, что я испытываю, опять же, некое опасение, да, внутреннее, что, понимая, например, в совместной какой-то деятельности, такое качество приводит к выбору не самой лучшей команды. Я, например, по поводу этого следующее чувство. У меня ощущение от него такого мальчика, который взрослый дядя разводит легко. Его легко на**ать. Когда легко на**ать кого-то, его обязательно на**ают. Ну и последнее – это расфокусировка. Я еще добавлю. Первый – страдающий. Если посмотреть на Сережу, то он грустный. Второе – нет основы, не основательный. То есть он то тут, то там, и у него глубина есть. На поверхностном уровне его будут воспринимать как разводилу, потому что нет ассоциации, в чем он профессионал, где он укоренен, распыляющийся. Тоже нет следствия того, что нет основы, из-за этого нельзя укорениться в долгую. И как бы здесь речь-то не идет о том, что надо быть суперсистемным человеком. Даже несистемные люди умеют не распыляться. Ну, например, там, музыканты. Я не думаю, что Фредди в Меркурии был там суперсистемный человек. Но он знал, что есть периоды, когда его продукт – это песни, и надо раз в период собираться делать какую-то практику, которая ведет к конечному продукту, который он выдает на рынок, условно говоря. И он всю свою распыляйность в этот момент адекватно себе, он фокусируется и выдает какой-то на рынок готовый конечный продукт. Ненадежный. То есть иногда возникает момент, когда слово «надо», но вот чуть-чуть его, его не надо много, его надо вот чуть-чуть. Ты можешь не прийти, потому что в моменте не захотелось прийти. И там будут сидеть люди и ждать, как бы, ну и п***. Она ебающая себя еще. Сильная способность убеждать других, и то, что они убеждаются, ведет к тому, что ты, убеждая их, и себя сам убеждаешь, и это иногда не дает тебе посмотреть в лицо ситуации холодно и объективно немножко. Все, сервис Инстаграм. Все, все. Все, ты даже меня наебал, что ты реально этим будешь заниматься. Я реально поверил. Я тоже. И в этот момент было ощущение, что и ты в это верил. Итак, теперь у нас работа, которая делается вместе. Мы берем и слова соединяем. У меня первое – это эгоизм. Это проявляется, что я забиваю на то, что другие думают или говорят, или договариваюсь с кем-то. Безответственность. Третье – сливаться. Типа не идти до конца. Сливаться – это классный механизм. Когда ты сливаешься, тебе надо задать себе вопрос, с какой темы ты не сольешься, условно говоря, в ближайшие пять лет. Четвертое. Ну, я написал, типа, я самый умный. То есть, говорите, говорите, и я все равно… Я уже разобрался. У меня миллион подписчиков, и у меня пиздец. Не преувеличивать самому себе и окружающему. Ну, то есть, преувеличиваешь. Типа, 260 тысяч подписчиков, а там 255. Я думал, ну-ка, типа, зачем, какая разница, ну и так. Было что-то для тебя новое в том, что ты услышал? Ну, я же говорю, я вообще не думал о том, что распыляющие… То есть, что распыляющиеся – это вообще обо мне, я как-то не отлавливал это. И для меня новое – это то, что все это сказали. Это философы называют вот этот угол «кажемость» или «субъективная реальность». То есть, ты думаешь, что то, что ты видишь, и как ты понимаешь, это есть правда. И когда ты хочешь расширить, да, вот здесь вот соединение с реальностью. То есть, самый большой кайф ты поднимаешься вот сюда, потому что здесь у тебя любовь и результат. Как бы ты ограничен думанием, что вот то, что ты видишь – это и есть мир, как бы. А мир ни хера не то, что ты видишь. Мир – это вот. Ты хочешь, допустим, попасть сюда. А вот по такой траектории, например, взять и выпрыгнуть. Понятно, что она будет вот такая. В эмоциональном плане, скорее всего. Но ты здесь окажешься. Как? Ты можешь это сделать только, если ты смотришь со стороны. Кто такие люди со стороны? Люди со стороны – это люди, которые не вовлечены в твою «кажемость». То есть, люди со стороны видят тебя объективно. Когда ты с ними синхронизируешь свой поток, свой путь, ты минимизируешь. Вот чтобы попасть сюда, нужно минимизировать свое сопротивление по отношению к внешней среде. Самое легкое рост – это спросить, что меня притягивает к земле вот сюда вот. Почему плохо и тяжело со мной? И пропорционально ты легко начинаешь расти вверх. Поэтому нужно вот этих людей найти, спросить и посмотреть на мир их глазами. Все парикмахеры, ну, вернее, не все, а многие, короче, время от времени, типа, думают, да, че, я буду работать в каком-то салоне, пойду сам открою. Ну, знаешь, типа, буду сам работать. Че скажешь по этому поводу? Это надо очень сильно постараться. Это только с хорошей базой. Если у тебя хорошая база, можно идти, да. А если нет, там, мы думаем, что сейчас открою и все ко мне пойдут. Просто я, например, знаю очень много тех, кто начал и потом вернулся. Знаете, почему так происходит? Потому что есть две совершенно разные компетенции. Одна компетенция – это ты умеешь что-то делать руками. То есть ты, как бы, можешь стричь волосы. Или ты можешь быть классным разработчиком сайтов, например. Есть совершенно другая компетенция – это вокруг этого построить продажи, лиды, дать трафик, бухгалтерия, юристы, там, договоры и так далее. Это вообще другое. Когда у человека, который первый склад ума, который работает офигенно, кайфует от своего дела, он просто не понимает, что его ждет реально. Какие затраты, нервы, не спать. Поэтому, если вы сейчас об этом думаете, подумайте 10 раз. Если хотите, чтобы я рассказал, как проверить, предприниматель вы или нет, или вам не нужно быть предпринимателем, то напишите в комментах «хочу проверку». Я вам хочу рассказать историю, как я попал в Кип Лукин. Короче, представляете себе, у меня была безответная любовь. Ну, как она, такая любовь, просто я увидел на картинке. Мне очень понравилась владелица этого салона. Я зовут Ксения Шапилова. Кстати, хотели с ней интервью потом записать, но что-то не получилось. Очень понравилось. Я прям смотрел, думал, блин, нифига себе, какая красивая девушка. Я там еще написал, там она меня заблокировала, еще что-то. И в итоге я пришел в этот салон и ходил сюда шесть месяцев, ждал, шесть месяцев, я ждал, пока она появится в салоне, но через шесть месяцев я уже начал встречаться с другой девушкой, и когда я ее увидел, эта тема уже была неактуальна. Короче, прикиньте, вот такая история. Это, конечно, смешно, особенно это такое. Дальше теперь надо нам прописать боли. Боли – это непонятно, что делать. Основная тема – я бесконечно в поиске, что все это происходит, а какой-то огромный развод, какой-то огромный пиздеж. Что это? Вообще все, что происходит, огромный пиздеж. А-а-а. Это первая боль. С чем она связана? Отец с мамой убежал? Нет, ну физически нет, никогда. А морально? Морально, да. Как? Не говорил с ним. Молчаливый террор. Типа, две недели не общаюсь. Ну, как будто от меня отказались. И что у тебя в мозгу сложилось? Что если таким быть, то тогда… То это причиняет боль другим. Это называется холодная война, холодная месть. То есть ты своей жизнью решил доказать папе, что это хуйня. И твое страдание, то есть ты страдаешь для того, чтобы отомстить отцу за ту несправедливость, как он поступал по отношению к тебе и маме в детстве. Жесть. В области дела, ответственности, надежности, постоянства что у тебя возникает? Ты подумал об ответственности. В этот момент времени у тебя возникает не плюс, а образ отца вот здесь. Соответственно, ты испытываешь эмоциональную боль. То есть негативные проявления, они не являются тобой. Они то, что присоединяются к тебе и вместе дают херовый результат. То есть нормальные проявления дают положительный результат, а херовые проявления твои дают отрицательный результат. Но они не являются тобой. Это наросший кокон, как защитная реакция. Ребенку надо как-то себе объяснить, чтобы не сойти с ума. Какое идеальное решение было бы? Я 100% знаю, что я буду делать сейчас и через 10 лет. Которое дает мне что? Радость. Деньги. 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 Чувство фундамента. О, отлично, вот это хорошо. Чувство фундамента. И капитализацию. И капитализацию, да. Да? Да, да. Постоянно нет денег. Идеальное решение. У меня есть накопление. Они постоянно растут. Да. Третье. Тело рывками, либо забиваю, ем на ночь. Как идеально? Твое тело какое? Тело в идеальном состоянии. Спортивное, здоровое. О, отлично. Которое я поддерживаю естественно. Да. короче любят прикиньте мне пишет кирилл кирилл чувак который договариваться с такими гостями с прикольными людьми скамени знаком чтобы я с ними встретился и снял для ютюба какой-то коллабу ты он короче говорился чтобы я выступил 21 декабря в олимпийском на форуме предпринимательском и он говорит а сколько будет стоить выступить в роли ведущего ешь прикиньте вести мероприятия в олимпийском я не знаю чем написать у меня обычное выступление стоит 400 косарей кирилл слушай но это настолько для меня неожиданное предложение что может но ты короче как думаешь если я смогу то давай просто давай лям да блин ребята короче если это получится то я вас все жду в олимпийском быть ведущим это люто круто смотрите наш свитер с оленями прикиньте вау это сайберия офигенно вот видите короче за самый модный ходит не в прадо в сайберии на короче ребят я встречу у илью у ильи есть крутые песни он еще и пишет их да ты как композитор да и у него есть песня такая как хорошо хорошо дорогие авто бокали но на 1 каждый ты из дома принесли пакеты из дома не объявится здесь рынок такой как как он называется вещевое еще кто-то купил за каждую ну ладно это кеда александр макуинь да вот такие здоровый парень участвует до этого фоне ничего не уявляю тот приход уже хороший такой ребят получился экспресс-шоппинг реально прошло 15 минут как я зашел если честно не хотелось ничего покупать я так просто мимо проходил теперь цель какая твоя основа который ты будешь заниматься в долг первое я уже понял это я буду ютюб делать основу этого всего кассенко медиа тим да 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 то есть у тебя главный ресурс информационный как мы можем в цель это обозначить через год просто если ты будешь этим нормально спокойно заниматься то по-любому туда будешь он на youtube миллион ты не основателен потому что не можешь смириться с тем что это есть ты и вот это и надо делать то есть только это все остальное это следствие моей медийной деятельности я мединый и те надо что сделать давай посмотрим в каком рычаге на уровне года то есть что тебе надо делать каждую неделю для того чтобы у тебя был режиме что ты этим год занимаешься выкладывает хотя бы три выпуска нытью два или три три только ну два минимум то есть два точно два если бомбовых то два посмотри значит я бы здесь разделил цели значит одна цель это моя личная youtube instagram а вторая цель это мой бизнес построены вокруг это очень важно определить одну задачу сон говоря вот это делаешь все ничего больше не надо делать ты делаешь то есть дел анализирую дело анализирую дело анализирую дело анализирую то есть на самом деле тебе надо от всего избавиться тебе надо три точки только только сфокусироваться на том что делаешь столько ролики и прям полностью погружаешься в это вот полностью просто и кайфуешь от улучшения этого второе туда добавляешь обучение и делаешь это с другими людьми чтобы это тоже часть своего бизнеса связаны с сервисами и еда кейса твои третья контроль питания и разумная физическая нагрузка которую ты делаешь ну типа на уровне года я каждую неделю делаю минимум три тренировки короче ребят у нас два часа записи я вам покажу только то что на выходе на выходе мы сформулировали то что у меня ограничивает первую очередь сформулировали мои боли сформулировали решения которые нужно мне мне делать чтобы выйти на направляющий вектора целый год и цель как осенка через меди и и записали вот такие пять пунктов то что еженедельно данный этот список должен каждый из них должен быть дофаминовый образ то есть это немного это комфортно и тебе от этого приятно на это часть часть моей жизни два выпуска в неделю с анализом улучшением выпуска ночь в минимум то есть два как минимум обучение на основе ютюба инста сервис косинка медиа группа развитие индивидуально то есть я буду обучать тому как вести нас на моем примере как вести инстаграм youtube и делать это индивидуальный и вы рассказывать об этом вам третье это питание улучшить это мы там есть решить да делать это комфортно дальше с питанием потом комфортный спорт там 33 комфортные тренировки неделю и в отношениях расслабиться получать удовольствие у нас группе сейчас получается алла петя саша женя и аня один раз делаем разбор каждый понимает свои цели ставит их на год короче зачем был этот разбор сейчас и что это мне дало первое ты формулируешь те боли которые у тебя есть потому что более есть у каждого как-то они есть есть и ты о них не думаешь но когда они написаны на бумаге ты понимаешь блин этот это реально то с чем я живу второе это со стороны люди видят гораздо четче и понятнее тебя и самое главное правдиво чем ты видишь себя сам тебе кажется что тебе останавливает одно а люди все говорят со стороны что вообще другое и третье самое важное это готовые решения что нужно делать целый год чтобы решить ту боль которая у тебя есть внутри самое важное сейчас это принять что надо это делать и просто начать это делать ну все пацаны бай-бай я погнал здесь вот есть люди которые бесконечно копят и ничего не тратят как он такой движ вообще короче друзья прикиньте подошла только что еще одна чекулька и говорит а где метро кузнецкий мост я думаю что блин за фигня прикиньте это целая схема короче они здесь по центру ходят эти кто это не знаю там цыгане или кто это короче ходят по центру и спрашивают этой потом начинается там дай мама там и все там ты молодой счастье будет и так далее короче ребята кто будет видно кто будет москве аккуратнее не давать им деньги и вообще лучше не говорите я сразу знаете сразу кошелек проверил там все делишки короче смотрите есть люди которые бесконечно копят и ничего не тратят не кайфуют от этого а если люди которые все тратят до конца это тоже хреново вообще нужен просто баланс поэтому если вы такой знаете скупердяй который ничего не тратить и пойдите купить что-то не обязательно дорогое там 500 тысяч рублей кайфаните а если вы наоборот тратите то ребят так тоже нельзя такие перегибы надо и что-то надо и накопление нужно 10 20 30 процентов от вашего ежемесячного дохода вот вот такой вам мой совет пацаны все давайте бай бай я погнал хорошего всем вечера ночи кайфу типа чаще